Так, всем привет, я Леонид. Тут кусочек видео я остановил. Что хочу сказать. Значит, вчера, вчера я слишком обещал, что прямо через час уже будет готовое видео. Оказалось, что эти стримы очень-очень долго конвертируются. Очень долго. Уже я ждал, 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 ждал. Только два самых коротких кусочка сконвертировались вчера, а только один уже сегодня, или еще два сегодня. Причем там какие-то чудеса творились. Один висел, на нем показывал час 38, общая длительность. И сел, висел, висел, висел на второй день. Он когда уже показал, что сконвертированный, можно скачать, оказалось, что 14 минут. Ну, короче, какие-то чудеса со связью. Я уже думал, может в следующий раз, вот так, когда далеко буду на природе, может включать не 4G, а поставить принудительные 3G-связь. Возможно, оно будет лучше тянуть. Пусть с худшим качеством, но тянуть будет. Но не суть. Короче, вчера я косил. Значит, самый главный вопрос, сколько это все заняло времени. Так, 20 соток, там дальше все в видео. Увидите, кто не был на стримах этих. Вот, то увидите. Вот, ну, я то думал, что я с этими всеми перебоями, которые там у нас были, в частности, я думал, что у меня перегрев произошел косы, ждал все, пока где-то чуть ли не за полчаса рассмотрел, что там у меня открутился карбюратор. Вот, то, значит, придется, значит, мне пришлось из этих кусков потом клеить. Так, уже сегодня будет склеено. Вот, но кто был на стриме, тот следил. Вот, и я за этим всем, и за своими проблемами здоровья в тот момент ничего не мог рассмотреть. Ну, досмотрел сейчас, что, оказывается, заняло это все 2 часа 40 минут. Все, вся звенка, со всеми перерывами, со всеми перебоями и так далее. Вот, короче, вот я начинаю. Так, 11.48, в 11.48 я начал эту работу, так, в 11.30. Начал сейчас стрим, я там 18 минут проговорил, про настраивал, про объяснял. Вот, в 11.48 я начал и закончил я в 2.30. А сейчас у нас 2.30. Так, и того, и того, ушло, получается, 2.40, ну, 2.42, если уж точно, все время ушло на 20 соток. Со всей говорильней, ну, в промежутках, вот, с ожиданием остывания двигателя, там, с моими кашлями, одной заправкой. Я там воевался немножко с таким бензобачком новым, не мог понять, как он наливается. Ну, в общем, это все, кто хочет, потом может увидеть в склейке уже, так. Но, кто был на стриме, тот все это время контролировал, так, что действительно, да, 1.48 начал, 2.30 закончил. Вот, ну, и чистого времени, сейчас надо перебрать, посмотреть, сколько времени уходило в этих промежутках, на ту всю болтовню и так далее. И сейчас подсчитаем, сколько же ушло чистого времени. Время непрерывно. Итак, суммируем. Всего от начала, когда я посмотрел на часы перед началом покоса, так, значит, до момента, когда я последний раз взглянул так и зафиксировал так, что 2 часа 42 минуты. На разговоры в промежутке ушло вот эти все минутки, 37 минут ушло. Если отнять, получается 2 часа 5 минут. Но, в любом случае, на заправку ушло время, да, на заправку себя попить водичку, отдохнуть баллончиком, там, от астмы и так далее. В любом случае, какое-то же время в промежутках все равно будет. Ну, не робот-человек, не может он укосить непрерывно, так, 2 часа. Все равно 5 минут надо взять на это все, получается 2.10. Вот это наше, так сказать, чистое время, 2.10. Вот, ну, ну. Ну, сразу радуйтесь, хейтеры. Минут 20 ушло на ожидание остывания мото-косы. Как оказалось, потом причина, то другая. Расшатались крепления карбюратора, ударяясь о мою жирную задницу. Ну, а если доплюсовать, то получается 2 часа 30 минут. Так, как бы это мои проблемы, что я 20 минут не понял, что творится. Значит, 2.30. Ну, вот, значит, будет так. Будет 2.30. Я-то писал, что могу 2.20, 2.30 вложиться. Так, ну, пусть 2.10. Не получилось из-за этих 20 минут, пока я там ждал, что шатану никак не остынет так долго. Да, вот, думал, что посмотрите дальше, что дело в слишком обедненной смеси карбюратора. Ну, ничего. Это мои, как бы, заботы. 2.30. Вот. Чистого 2.10. Все же я считаю, что это чистое время. Но, тем не менее. Точно так же мог нож удариться где-то, а камень разбиться. Или погнуться. Я бы его там выпрямлял. Или перекручивал, надевал бы другой. Всякие бывают поломки. Это все входит во время сенокоса. Так, ну и, в принципе, я не считаю это каким-то, даже эти 2.10, каким-то супер достижением. Вот в комментариях человек писал, что я кашу пишет 10 соток за 1.10, и для меня это не есть какая-то огромная скорость. Так, это для него нормально. И я считаю, что это нормально. Если нормальная коса мощность имеет, так, не только какие-то микроскопические кубики, которые разогнаны, форсированы и работают на ого-го каких оборотах, а тяги при этом нет. А для ножа, для сенокоса нужна тяга, а не обороты. В первую очередь тяга. Если нормальный сделан нож, ну и так далее. Все эти нюансы я упоминал в процессе, когда я там вот говорил, да, в этих перерывах я упоминал, что играет роль для скорости кашения. Я считаю, что это вполне нормальная скорость, если все хорошо сделано и нормальная коса. Так, нет здесь чего-то невероятного. Ну и теперь на будущее насчет тех, кто меня там всякими словами называет. Если еще будут такие включаться и там писать, что я лгун и так далее, извините, буду банить. Могу пригласить только приехать и лично позасекать, пожалуйста. А то может кто-то скажет, что на самом деле вот эти обрывы связи, это были не обрывы, а это кто-то выключал. И тут же выбегала толпа косарей запасных, так, и они выкашивали эту дорожку побыстрее, побыстрее. А потом включали и опять меня одному показывали, а сами где-то там шкерились по кустах, чтобы показать, типа, я это один кашу. Ну, короче, придумать можно всякий бред, если человеку хочется спорить, ругать, обзывать тебя. Он не успокоится. Так вот, буду приглашать, приезжайте и лично засекайте, смотрите, как я кашу, если не верите. Вот. Если еще не доходит, буду банить, потому что лучше я буду тратить время на что-то полезное, чем на бесполезные споры. А спорщиков на 100 тысяч подписчиков канала, например, если даже каждый тысячный будет жевать, спорить и материть меня, то сотни людей спорить, это времени ни на что не останется. Так вот. Ну, а дальше смотрите все видео из тех кусочков, которые сохранил YouTube. Так, там я много чего тоже в промежутках говорил. А в конце те вопросы, которые были в чатах, я их пересмотрю. И в конце видео, ссылочка под видео, чтобы не смотреть весь этот синокос, а перейти сразу на ответы на вопросы. Это для тех, кто их задавал. Так вот, ссылочку смотрите под видео, переходите, и там я отвечу на те вопросы и мысли, которые у людей возникали в чатах. Смотрим. Так, всем привет. Всем привет, Леонид Котвицкий, здесь на поле. Что хочу сказать, сейчас я впервые в жизни по мобильному. Ты вообще этих стримов делал, наверное, только два, да? Вот. А по мобильному делаю впервые в жизни. Еще не знаю, как тут переключить. Так. Вот это поле, которое я собираюсь косить. Вот. Зачем сделал этот стрим? Ну, может, кому... Во-первых, кому-то такое интересно, кому-то нет. Вот. А во-вторых, самая главная беда многих... Ну, как это ты оказываешь нам басни, что ты быстро так косишь? 20 соток за 2 часа. Ну, я не говорил, что ровно за 2, но хотя бы там за этих, за... За... 2,20-2,30. Как на меня это не есть. Такой прям большой хэп. Вот. Ну и пишут мне, что я там... Писажмон и так далее. Так. Вот я, значит, сейчас сделал с собой рулеточку. Я замерю. Для особо недоверчивых. Так. Рулетка у меня 5 метров. Это я меряю, как видите, с края поля, с угла. Так. Поставим... Поставим колышек. Я потом переставлю на... На этот... На... Штатив. Дальше буду работать, все будет сниматься в штатив. Так. Колышек наш, колышек. Опа. Так. Так. Это у нас, значит, будет уже 10 метров. 2 по 5. Колышек, колышек, колышек. Перетянул. Ставим третий колышек. Это уже у нас 15 метров от него. Ну и вот мы. Вот мы на краю поля. Вот это край, на который я буду косить. 20 метров. Может, где и перетянул, потому что... Вчера замерял 21 у меня получилось. Ну, не важно. 20. Длина. Кто хочет, особо недоверчивый, извините, 5-метровой рулеткой делать. Это все в длину замерять. На 20 кусков я не буду. Но 100 метров. 100 метров есть длина. Кому очень, очень не верится, очень не терпится. Пожалуйста, можете приехать замерить сами. Хотя, я знаю, кто жутко недоверчивый, тут приедете, скажет, не вижу, не верю глазам своим. Так, ну... Я вот думаю, тут можно делать и в горизонтальном, и в вертикальном режиме, или только в вертикальном. Ну, повернул. А нет. Типа, как начал, ты уже так должен продолжать, да? Кто спец? Только камера может меняться. Вот. Вот он я. Угу. Ладно, будем снимать поле так. Говорю, делаю впервые. Наверное, нужно бы, лучше бы было бы в горизонтальном режиме. Хотя, как сказать, ширину кое-что будет пропадать в процессе работы, а в длину зато будет видно лучше. Я подниму на максимальную высоту штатив. Так. Так. Кто из 2020-го? Я из 2020-го. Так. В общем, это стрим для особо недоверчивых. Ну, и даже для себя. А вдруг я... Вдруг я просто разы засекал не так. Да? Вдруг там я думал, что я начал в час двадцать. А это было в два двадцать. Ну, мало ли, я ж не могу гарантировать, что прям вот я такой идеальный, что не мог ошибиться. Вот. Смотреть особо будет, скажем так, нечего. Это будет долго и скучно. Так, сейчас за моей спиной посадка. Вот. Переключаем на поле. Чуть-чуть так нагну, чтобы не было совсем уж темно. Так. Сейчас добавим, добавим еще пауэрбанк, чтобы не разрядились. Телефон, кому интересно, которым ведется съемка. Xiaomi Note 5 Pro. У жены, жене сейчас купили получше этого Xiaomi Mi 9. Наверное, надо будет сделать обзор. Очень интересный у нее телефон и для фото, для видео. Вообще шикарный. Особенно при съемках, при съемках в темноте. Ну, не в темноте, допустим, а так вечером. Хоть бы не подвело, конечно, здоровье. Потому что, слышите, как я дышу, да? Вот. Это все тот гадский коронавирус. Никак не пройдет. Шучу, конечно. Никакой не коронавирус. Осна у меня, да? Но именно сегодня она обострилась. И дыхал кого как. Ну, ничего. Я, в принципе, не кашу. Прям с бешеной какой-то скоростью такой, что из меня там конец приходит. Знать, а я упорно кашу и все кашу. Потому что я хочу вложиться именно в 2 часа. Не дай бог в 2 часа и 1 минуту. Нет, это мой обычный темп. Буду гасить. Но просто уже баллончиком дышал и не берет. Вчера выпил одно лекарство. И на него явно пошла реакция с вечера еще. И ночью отмучился. Ну, ничего. Будем живо, не помрем. Баллончики я взял, только они не очень-то помогают. Ну, ингалятор сальботамол. Лерадуал. Такс. Ну, че? Есть кто в чате новый? Есть кто в чате новый? Так. Угу. Ну, то я с этой стороны перехожу на... Да. Основную камеру. Ну, че? Завожусь, засекаем. Итак, 11.40. В моем часовом поясе. Буду я катить, как обычно, вот так по кругу. Где-то там в углу я немного буду частично пропадать. Но я-то потом поверну, покажу, что выкосил. Вот, на гости. Можно было подождать часик-другой. Она бы отпустила. Но. Я уже запланировал раз. И второе, что погода. Обещали, что сегодня может ближе к вечеру дождь начаться. Что-то тоже знаю, как его. Как его. Получится неизвестно. Оно себе растет. Высота, да. Высота травки. Вот. Здесь. В том году, когда я косил, было такое видео с ускорением. И там еще была песня про мотокосу. Так вот. Я пел под гитару. Сочинил. Так вот. В том видео, вот это был этот участок. То там были сорняки вот такие, по плечи. В некоторых местах даже подал там справа. Потому что были даже выше меня. Но там были. Так, не понял. Что-то пропало. Что-то пропало. Выскочила мне реклама. Ютуб премиум. Тра-ля-ля. Нет. Не завершать трансляцию. До сих пор вайпер не подводит. Так. Кашляю, как я уже сказал. Астма. Астма. Началась сначала с аллергии на крапиву. Я очень сильно у матери на огороде. Она там развела жуткую крапиву. Мы с женой жутко обожглись. Вот так и по колени, и руки, и все. Вот. Кожа у нее просто таки слезла. До самого низа. Только через год. Шрамики там такие уже перезагнилось. В общем, на крапиве спеклись ужасно. Потому что мать жалела. Ну как же ж это гербицидами? Клубничку? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну и вот. Это все. Сильно мы тогда обожглись. Ну, с жены хоть аллергия не развилась. У меня развилась аллергия такая, что пикнет в одно место. Вот здесь. Потом расходится, расходится на шею, на голову, до пальцев. Пока не наколешь хоть пару раз диксаметазон. Гормоны не останавливаются. Вот. И потом развилась на этом фоне астма. Вот. Ни на какую химию, ни на что. Именно на крапиву, травы, сено. А потом уже, потом, последний год появилась на лекарства. Некоторые. И вот вчера я понял, что еще на одно лекарство. Вот. Выпил и, блин. С вечера, как начало, это я уже напичкался и накололся. Ну, вот так. Так, ладно. Мои проблемы. Что говорю? Высота травы, да? Где по колено, где по пояс. В том году я косил, это было когда... Все идет хорошо. В том году я косил, это когда было... Там такое видео. Я еще песню про Матокоса сочинил и пел. И с ускорением было снято, как я это все кашу. А вот теперь в онлайне, без ускорения. Так сказать, как оно есть в натуре. Запись потом будет. Можно будет и запись посмотреть этой трансляции. Лишь бы ничего не прервалось. Вот. Ну, и лишь бы здоровье не подвело и коса. Это вайпер 430 и какая-то подделка, причем под вайпер. Ничего служить. Даже редуктор. Уж как я его убивал. И насадками с цепью, и ножами большого диана. Метра, и там чем только, он его не убивал. Вот. И повольником, вот этим насадкой. Все мне пророчат, что ему уже хана. Года 3, наверное, этому редуктору. Или 4. Я его еще не поменял. Уже жду, когда. И зубчики на валу тоже не сточены. Большой роль играет смазка вовремя. Аккуратность обращения. И чувствовать, не перегружаешь ли ты свою косу. Надо чуйку разбить. Когда чувствуешь это, ты не перегрузишь даже с огромным ножом. Вот. Зависит, как ты будешь работать. Да. И в том году была вот такая в основном сорняк. Реально. А в некоторых местах я пропадал на видео. Я шел за сорняком. Но там был сплошной сорняк. Травы было очень мало. Она была такая жиденькая. На сено особо было брать нечего. Со второго покоса я уже немножко привез. Сено. А вот теперь уже, хоть там и сорняк видно, да, но среди него уже много травы. Вика какая-то дикорастущая. Вика растет. Растет. Вот. Ну, короче, как обычно. Когда косишь, косишь, остается в основном трава и бобовые. Что и требуется, да. Флевер, люцерна. Пару кустиков видел. Короче. Высота вот такая. Не надо мне косить, чтобы оно было по голову. Первый раз я косил, да, там и деревца были, и все, что угодно. Итак, наш кусок. 20 на 100. 100, кстати, там, наверное, больше, потому что я шагами шел. Я насчитал 130 шагов. Если здесь 20 метров и 24 шага, то туда я шел 130 шагов. Ну, даже если у меня шаги короче были, даже если шаги 80 сантиметров, все равно это 104 метра. Да и у меня есть второй огород, где 100 метров тоже считается, там, в другой карте. То он намного короче. Ну, как намного? Не на километр, но явно там метров 10 точно меньше. Ну, условно, 20 точно есть, 100. Будем считать, что есть 100. Больше не меньше. Короче, вперед. Дальше загляну еще на пару комментариев. Привет. Из Белгорода, да. Привет. Я немножко болтаю. Знаете почему? Потому что меня чуть-чуть астма отпустили. Потому что сейчас, как начнешь махать, начнет становиться жарко, подплить и так далее. Еще, может, уж простите, минуты 2-3 поболтаю. Она так-то немножко, понемножку опускает. Не курю я, конечно, ничего я не курю. Если бы я курил, вообще бы хана была. Вот. Ну и вот такая трава. Буду косить. Это будет долго, это будет скучно. Ну уж, извините. Зато я даже сам для себя потом по записи посмотрю, так, за сколько я выкосил и как оно. Кое-где я буду пропадать там по углах, но я покажу потом, как там все выкошено. Так, косу-то как я к себе приспособился. Вот такая у меня зацепка на пояс. Я уже рассказывал, без ремней. Без кожуха. Так легче в высокой запутанной траве. И собственный нож увеличенного диаметра. Еще два запасных ножа, потому что здесь камни. Если нарвешься на камень на хорошей скорости, то можно остаться без ножа. Ладно, ребят, будем начинать. Сколько там у нас минут эфира? 18 минут эфира. У меня это 40... 11-48. В общем, косень. Периодически поглядывайте, смотреть все. Время непрерывно, конечно, это будет довольно нудно. Поглядывайте. Если я буду делать перерывчики там на заправку или еще на что. Или нож ударится. Или как-то я буду подходить, что-то говорить, читать. А так работаю. Начинаем. Начинаем. Поглядывайте. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Но, блин, оказывается, ничего-то я никому не показываю. Короче, пошел я дальше. Видимо, пропадает мобильная связь. Здесь то у нас вышка в трех километрах, но тут деревья, посадка. Я не знаю, видимо, берет слабо. Продолжение следует... 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 Может, даже из половины усилий половина топлива уходит на вот это вот продавливание травы под защитой. Так что такая штука. Если ее снять, и экономнее, и легче становится. Но это только на свой страх и риск, как говорится. Потому что, в принципе, это не в принципе, а это нарушение техники безопасности. Хочешь рискнуть ногой? Пожалуйста. Я как-то так смотрю, я не сильно над своим здоровьем трясусь обычно. Вот такая у меня натура. Вроде врач, а своему здоровью не ахти. Кстати, также и фотограф. Работал за фотографом еще раньше. И сам фоткаться не любит. Ну, то такое дело. По крайней мере, есть джинсы. Если что-то даже и полетит, то полетит в джинсы. Джинсы неплохо выдерживает удар. Если очень устрашно сапоги на ноги, или какие-то берцы, что такое плотное. Ну, так можно косить. Но, по правилам, я думаю, где-то на работе, например, где приходится с таким работой, такого не разрешатся. Потому что это нарушение техники безопасности. Отвечать-то придется начальству, а не тому, что себе лично там ногу с таким-то куском дерева. Правильно. Там еще у меня пару деревец, Павла. Я их уже потом вытащу. Потом я их все это хочу подожать отдельно. Потому что оказывается, колючая. Там кислотик будет не прокошенный в конце. И они их несут. К косению именно поля ровного это отношение не имеет. Понятно, что по всяких буераках, где заборы, где деревья, кусты. И это все надо обходить. Вот тут скорость падает. Хоть ты каким-нибудь гераклом и хоть какой-то косой. Ты не можешь вот так махать полтора метра, если у тебя там дерево, там куст, там все, что. Мы говорим про спосной кисенокос. Кошу, посмотрим потом во сколько времени я ввожусь. Так что очистка, возможно, это белка миска. Так, что у меня ввожу дальше. Так, что у меня ввожу. Так, что у меня ввожу. Здесь придется дать инструменту еще минут пять остыть. Возле дома я косил очень легкую травку для кролика. Что там просто не было смысла ставить высокое качество смысл. Так, поставил миску. А тут по инерции пошел. То есть, когда я возвращался, что-то оно рвется, что-то насильно набирает обороты. То ли перегревается, то ли, думаю, ручка мне клинит. Вот, кстати, на этом вайпере, да, он не оригинальный. Вот что в нем чувствуется, это ручка. Ручка пару раз приходилось уже разбирать. Он соскакивает, тросик нормально не держится. Начинает сползать в кожу просто. То, что настраивал карбюратор, но это как-то само собой, да, к любой кассе относится, где это заложено. То, что чистил карбюратор один раз, не было потребности, но я снимал видео, почистил один раз. А так, пока, ну, там, ножи меня в леске, то все. Вот, так проблем с ним не было за 3-4 года, вот только, что вот там, да, ручки пару раз разбирал. А потом я оттопыриваю, все еще и дополнительно прострелить отверстие, дополнительным болтом сжать. Вот такое у меня будет. Немножко мешает, надо будет его срезать. Вот пришлось прижать, и здесь пришлось закрутить черные саморезы потолще, потому что те тоненькие, которые были, они быстро вылезли из большей пластмассы. Вот, и пару раз вот здесь этот кожух выскакивает. Когда он начала набирать обороты, я думал, так, то ли это перегрев уже немного идет, то ли это мне ручка опять соскочила. Вот. Нет, это перегрев. Я посмотрел, чуть ли не 10 соток прошел, а только пол бака ушло. Может кто-то возрадоваться. Ох, какая экономия. Да, за счет того, что снята защита экономия, но за счет того, что качество смеси выставлено, низкое, да. Я говорю, у меня возле дома, я вчера косил, там вот такая травка. В ней подсеяна люцерна, и травка взошла поздно из-за того, что была выбита роторами. И она где-то вот такая вот травочка, и я ее косил. Ну, естественно, куда там ставить избыток бензина. И его бы на махоньких оборотах только работает. Вот. Но пришел сюда, надо было подправить сразу. Ну, ничего. Сейчас сработает. Так, мы еще в эфире. В эфире. Так. Михаил Ушуляк. То вы, наверное, эту смотрите. Эту трансляцию. А это уже вторая. Пришлось запустить вторую, потому что первая зависла. Чат. Ну, штили, штили. Надо конкретно по моделям смотреть. Есть очень неудачные модели штилей. Есть хорошие модели штилей. Ничего не скажу. Есть и такое, и такое. Вот. Надо смотреть конкретно по моделях. Специфика штилей еще такая, что дешевые модели все уже давно выпускаются в Китае. Под контролем немцев, конечно, но в Китае. Вот. Дорогие же модели, они стараются не терять их качество, этих дорогих моделей. Чтобы они продолжали быть качественными. Так, но чтобы это было так, то нужны деньги. Потому что немцы работать за маленькую зарплату, такую, как китайцы, вьетнамцы, они не будут. Так, они будут все равно работать за высокие зарплаты. Ну и прочие затраты в самой Германии выше. Поэтому что они подкручивают цены, как ходят слухи, так сказать, я не могу сказать уверенно, но ходят слухи. Что они подкручивают цены на китайские вот эти стили. Так, чтобы компенсировать себе то, что на дорогих стилях им все-таки приходится скидывать цену, чтобы конкурировать с другими моделями, которые уже полностью перешли в Китай. Так, полностью перешли в Китай. Штили частично, а дорогие модели профессиональные выпускаются все же, продолжают выпускаться в Европе. Но там они жутко дорогими выходят. Чтобы скомпенсировать эту цену, они на те модели подешевле накручивают цены. Вот. Вот такое. Так что не везде Китай, да, частично выпускается в Европу. Если ты покупаешь профессиональную модель, хорошую, так, для работы, да, не мощную, а именно хорошую, долговечную, профи-модель. Вот. То, да, хорошо. Потому что она тебе получится дешевле за счет тех китайских моделей, на которых цены подключены. Если ты покупаешь китайские, вот такой может быть нюанс, что ты проиграешь в цене. Так. Вот так, так. Пробуем завести. Насчет стилей. Где-то я смотрел 450-ю модель стиля, но я тогда так оценил, что она не для меня. Вот. Почему? А вот почему уже не помню. Был у меня как... Не у меня, а у коллеги. Я взял у него покосить. Фельдшер с работы со скорой помощи. У него был, по-моему, 45-й стиль. Но я могу ошибаться. Потому что 45-й, насколько я помню, он не разрешен для кошения с ножом. Но у него нож вставился. То ли это был какой-то переходник, то ли не тот, то ли не та модель. Может, я путаю. Ну, короче, это был ужас. Это была очень коротенькая, коротенькая штанга, которую нереально было с этой штангой работать. Это разве для женщины там метр шестьдесят, метр шестьдесят пять. Вот. Ну, для мужчины, даже для меня, не такого уж высокого. Метр семьдесят пять. Если не стоптался еще. Вот. То было нереально. Короткая штанга. Так, ты с этой короткой штангой. Сейчас я переключу, чтобы показать. Ты с этой короткой штангой. Или, скажем, получается так. Чтобы выставить ее горизонтально, длины штанги не хватает. И она получается вот так. Под углом. Потому что она короткая. Приходится приседать к ней. Что я, что тот, у кого я взял, он периодически подседал, чтобы не долбило ножом землю, а все-таки, чтобы горизонтально ровно косить. Приходилось подседать. Естественно, что ручки были подняты, вот, насколько возможно. Потому что там идет пластиковая вот такая защита. Из-за этой защиты ручки выше, из-за цепка выше уже не поднимаются. Цепка там, по-моему, вообще была строго в одном положении. И ручки поднял до этой пластиковой защиты. Это как бы виброзащита, да. И все выше не поднимаются. Все. Хотя, если бы еще поднял выше, чем-то там перевязал, или нацепил сюда, ну, скажем так, приконфозил, да. Некоторые говорят, что не мог придумать что-то поднять мышку, поднял бы. Но тогда бы движок был вот так подмышком. И что с подмышкой, с движком работать. А это, поверьте, совсем некомфортно. Ты азок с двигом получишь. Хотя бы из выхлопной. И получалось так, насколько ручки поднял, и все равно штанга короткая, и приседая. И просто вот так вот. Для кого придумали такие короткие штанги, я не знаю. Я вот тогда для себя понял такой момент, что не все стили одинаково полезны. Как и не все кустварные, не все макрилы. Некоторые. Так, блин, народ. Я показывал, прервалась, но нажал, но разрешила возобновить. То ли там ограничение в час. Может, это ограничение в час трансляции. Хотя первая прервалась не за час. Это точно. Короче, я показывал. Напишите в чате. Вы уже это увидели, как я брал руки и показывал, как было плохо работать тем штилем. В чате. Именно. Именно, именно. Я именно показывал проблема, которая была с тем штилем. Да? Я уже увидели это, да? Вот такая вот была шуточка. Понимаешь? Понимаешь? Еще тогда китайские заводы не открылись. То есть, чисто с немецким штилем. Шла тогда работать. Ну, пробовал я тогда работать. И он. Ну, вот. Какая-то модель для домохозяев. Так что не все штили одинаково полезны. Даже если взять модель какую-то там немецкую и чисто даже немецкую. Все. Надо смотреть вот, ну, характеристики. Поэтому что-то 450 штиль я, помню, посмотрел в интернете, но я сейчас не посмотрю во время трансляции. Характеристики. И что-то он мне не понравился. А что, не знаю. Может, даже он не просто лишний где был. Брать косы, кусторезы, да, и косить ими обычную травку тоже смысла нет. Ты же платишь как за кусторез. В кусторезе даже кубиков может быть не больше. Но усиленная штанга, усиленный вал, усиленные редукторы. Везде более толстый металл. Оно больше весит. Даже при том самом движке. Движок в кусторезах может быть не больше кубиков и медь, чем в мотокосе. Но это будет тяжелая коса. Если ты действительно кусты будешь резать, да, вот посадки эти. То работают миллиораторы, да, где зарастает в канавах вот этой ивой очень быстро. Посадки вот здесь, как возле дорог. Да. Вот здесь посадочка возле дорог. Точно так же этот кусторез имеет смысл, потому что у человека такая работа. Ему действительно надо резать кусты деревца. Он таскает этот вес. Он или там фирма переплачивает за стоимость инструмента. Но оно имеет смысл. А если ты купил этот кусторез тяжелый, таскаешь его. А что дальше? Что дальше? Ну вот, получается. И косишь просто травку. Зачем оно тебе так? То есть нужно смотреть по потребностям. Можно это подробно уже в комментариях после записи уже рассмотреть. Хорошо. Так, что тут сейчас там? Раз уж мы ждем. Стандарт длины штанги 130 сантиметров идет в китайских. Так, насколько я, если я еще ничего не перепутал, штанга 130 сантиметров. Ну а какое-то место занимает еще нож, занимает еще длину мотор. И получается, вот если взять на меня, да, то метр восемьдесят где-то всего. Так, а сама чистая штанга, да, вот где она начинается, где заканчивается, метр тридцать. Метр тридцать, может метр сорок, но точно не меньше метр тридцать. А если вся коса метр тридцать, то это будет черный день. Да, там еще говорили, что ты ее не мог ниже опустить, того штиля, да, но опусти ниже. А ручки-то там коротенькие. Значит, тебе должны либо руки, опустил ее, да. Вот так она уже горизонтальна. Но руки у тебя должны стать как у арнгутанга при этом, чтобы ты мог спокойно на вытянутых руках еще ее упасть. Короче, ну черти что было, не хотелось приседать. Для кого ее выпустили, я не знаю эту модель. Ну, понимаете, что-то, что-то там такое. Не, ну китайцы, китайцы идут, у них китайцы ведут... Стоп, 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 стоп. Это китайцы, и тут метр тридцать штанга сама. Вот, и вот такая коса, как у меня, она еще с запасом. Она могла бы быть и короче, но на мой рост метр семьдесят пять хватает. Хорошо и так. Так. Ага. 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 и вот уже не будет два часа уже никак не будет из-за вот этого прошляпил ну саму скорость работы конечно я показал но два часа уже не будет не могу понять что она прерывается блин нет никто не звонил видимо такой не не перегрел только что я досмотрел не ну перегрел в результате ну вот оно что сейчас покажу в чем это не крышка шатается это шатается по внутренней самого карбюратор вот оно что и оно сосет оттуда воздух сосет воздух и и и и ну вот ну вот ну вот видите когда сосет воздух начинаются высокие обороты бензина не подтягивает столько сколько надо вот вот оно я думал это просто крышка шатается думаю я все покручу подключу это шатается переходничок который идет к двигателю там оно при заводе не прихватывает нормально так слеп не пошли ядзи вот этот переходничок его надо подтянуть если там не вылезли болты с мясом ну а это такое вот это моя вторая поломка за именно что ну поломка скажем так что-то там отошло расшаталось за три или четыре года не помню уже сколько у меня эта коса так то она у меня да было с ручкой больше не ломилось ничего все жду когда же редуктор и валу навернуться они никак не навернуться уже столько всего на них ставил они все целые а вот это уже вторая поломка ну это все как видите в полевых условиях решается но работа уже тормозная уже скажут ага распинался он про два часа на 20 суток все не дал гадкий позорный вгон мне там один писал матом что я там такой какой я там какой я там бом что такое я рассказываю про два двадцать два часа двадцать минут на двадцать ну вот с этим вот уже и не получилось два двадцать уже точно не получилось так что я там не получилось как что я там как я там Продолжение следует... 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 с ней обрывалась потому что я все взял по умолчанию я я не стример я не любитель это смотрите еще в баке бак где-то 1 и 2 литра если полный я залил было полным еще есть бензин это говорит что что кошение без кожуха очень сильно экономит топливо что на двух тактики что на 4 тактики очень сильно топливо будет сэкономлено вот для последнего для последний проход а это я в эту штуку специальный такой бачок для заправки впервые я его использовал из него должно удобно заливаться если что-то не хочет его нужно прижимать его нужно прижимать тогда он будет длиться все думаю он просто прикол от края и прижимается так так как видите нет ничего сложного косить да я не буду говорить что за два часа я в общей сумме сегодня не справился никак и за два с половиной никак потому что что потому что были перерывы были так спасибо за помощь да прокрафт прокрафт хороша но мне ее прислали на обзор я посмотрел и отправил обратно хороша если бы сейчас пришлось менять то я бы взял из прокрафта уже вдруг двух так ну или четырех не важно но именно из прокрафта бы взял вот потому что хороши сами по себе сборка все и ручка очень у них удобная правда не во всех моделях надо смотреть то есть если обычно мы ручку фиксируем на одной скорости эта скорость может быть слишком большая слишком малая а бывает по полю то жиденькая травка пошла то мощная трава она все равно на одной скорости вот то в прокрафте есть такой рычажок я впервые увидел ни в стилях такого нет ни в чем есть такой рычажок что ты подвинул и на фиксаторе этом когда ты можешь уже не держать газ на фиксаторе скорость или увеличилась или уменьшилась и ты идешь себе не давя пальцем на газ чудесная штука мне некоторые писали типа назови мне хоть что то что есть в китайцах чего нет в стилях я имажу ручку прокрафт и на том вопрос заканчивался там прокрафт 4300 про по моему идет двухтак наверное с такой ручкой хороши вот взял бы наверное именно прокрафт если бы уже это навернулось там или кому-то отдал бы а себе взял новую вот хороша штырева ну конечно качество кошения и скорость зависит от поля если поле будет все в буераках ты там не можешь выкосить 20 соток за 2 часа ну никак тебе придется в каждую ямку приспосабливать вот у меня там дальше здесь не видно а дальше найдется такая уже ямная противопожарные полосы знаете вот такие норыли видимо лесники их то по хорошему надо делать по краям поля но они с краев не видят понимаете в буквальном смысле а если видят то тоже влезть туда под вот эти акации что там уже там и какие-то плодовые деревья есть с краю да ну и акации всяческие вот как им туда влезть под эти деревья они делают посреди поля вот сейчас где я буду косить там идет вот это именно противопожарная противопожарная полоса вот ну вот в ней будет тяжелее косить потому что там надо будет покопаться в этих ямах просто над ними над вот этими кучами пройти так много не скошенного останется хотя там и не так отросло соответственно потому что с голой земли да еще на песке да еще и дожди не так и давно начались а там и мало что отросло дальше это уже очень ощущается но тем не менее как-то скосить надо и там уже медленнее работаешь здесь возле деревьев медленнее работаешь в прошлый раз я косил и я там возле деревьев себе от ножа отбил лопасть оно мне в дерево дерево где-то там ветка шла в траве и об эту ветку так хрясь ну хорошо менял лесопед с моторчиками я себе сел чкурнул за три километра всего да поменял на этот раз взял три штуки но пока целые пока кашу этим уже осторожно там косил возле деревьев опять скорость падает но если речь идет о чистом поле ну то для меня час там час десять на десять соток это не проблема как видите если все сделано по нормальному даже не самой такой прям уж крутой косой неоднократно подходят спрашивают это что у вас за коса такая ну это где-то кто незнакомый там ну как неоднократно я не так и много кашу но если где-то там уже сильно меня упросили и я пошел косить подходит что это у вас за коса такая китайская говорю прошлое была вообще неизвестная подделка под макиту китайская говорю неизвестной фирмы неизвестного названия по факту как китайская как вы китайской с такой скоростью косите если нормально сделать будет косить тебе и китайская лучше да если паршивая маломощная слабенькая с короткой штангой итальянская немецкая там и так далее ты тоже ею намучишься хоть она итальянская немецкая что мой отец улеумаком что я тем штилем что рассказывал не попадался так ну еще идет связь пошел я уже заканчиваем по сути так я потом дома всю эту болтовню ну объединю вот эти все кусочки в одно видео все то что я говорил я подсчитаю сколько я проговорил там да и здесь прождал завод и скажу уже чистый чистое время кошения вот потому что ну в этот раз да вот вот с этим открученным карбюратором получился обломчик ну и так я говорю настраивая оно вечно обрывается короче пошел я а потом уже сделаем под тем видео пожалуйста вот вот кто что вот это все спросил я либо сам пересмотрю чат и напишу ну и если не напишу то вы сами задайте вопрос под этим общим видео которое будет объединением этих стримов и подсчетом времени короче мне сейчас хорошо что уже вот это прошло вот так душило вот так душило пошел что все 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребята... Я закончил, как всегда вижу, что уже... Опять пропала связь... Да и что-то, несмотря на пауэрбанк, разрядился с мобильником... Так, ну, не считая тех акаций... Вот, сейчас... Или, может, завтра я их отодвину, потому что еще здесь буду косить тот участок... Потому что колючие, а то перчатки надо будет взять... Вот, не считая тех акаций, все 20 соток... Вместе с краями, да... Вот уже где межа... Я и эту дорожку прокосил... Наверное, еще здесь... Ну, потому что, ну, трава просто душу радует... Вот... Прокошу еще, еще, еще... Вернее, прокошу... Тут по краях, вот... А поле... Ну, поле как поле... Смотрите... Специфика вот такого кошения без кожуха... Или с очень высоко поднятым кожухом... Такая, что про таких вот волков... Прям явных волков... Обычно нет... Так, а не... Более рассыпано... Вот... Это, с одной стороны, хорошо, потому что быстрее высохнет... Так... А с другой стороны... Вот... Плохо, что... Не так качественное будет сено... Потому что сено в волках... Оно такое темно-зеленое... Так, внутри... Пахучее... Не желтое... Не коричневое... А зеленое... Вот... Вот здесь волки видны... Здесь трава... А там еще на... Наполовину... Наполовину сорняки... Даже больше сорняков, чем травы... Так... Это еще... Один-два покоса... Вот тогда уже пойдет чистая трава... Я думаю... Если будут дожди... То там плохо... Где уже больше трава... Вот здесь мы видим волок... Да... Здесь уже ложится волок... То есть густая такая... Плотненькая трава... Особенно если это люцерна... Клевер... Они тянутся листочками друг за друга... И кладутся в волок... Уже видно... Волок... Промежуток... Вот... Хотя здесь... Здесь еще жидковатый... Все равно этот волок... Вот здесь я когда косил... Вот эта трава... Да... Но тут видно, что это... Положено... Так что эта... Трава легла в волок... Сейчас я еще пройдусь... С этой стороны... Он доложится... Еще станет лучше... Вот... А так в целом... Ну вот 20 соток выкошено... Ну конечно насчет времени... Тут даже уже и говорить нечего... Поскольку... Финал в 11.48... Я начал... А сейчас у нас... 2.30... Так... Итого... Итого... Ушло... Два часа... Понял... Я в 11.48 начинал... Или в 10.48... Кто помнит первый... Самый-самый первый... Стрим... Блин... Я в 10.48 начал... Вот тупо лобок... Ну не помню... Вот блин... Представляете... Уже забыл... Значит если это было в 10.48... Значит... Это ушло... 3 часа 40 минут... Так... Если... Привет Богдан... Если это ушло... Если я начал в 11.48... То это ушло... 2 часа 20 минут... Ну... Не помню что-то... Я сейчас дома короче... Все это объединю... Эти стримы... Выброшу то время... Когда я проболтал... Вот... И скажу уже точное время... Ну... Ровно в 2 часа я не вложился... Хотя бы... Хотя бы потому что... Я чуть ли не полчаса ждал... Когда двигатель остынет... Так... А оказалось-то раскрученный карбюратор... Ну... Я туда смотрел... Но с опозданием... Так что... Уж никак за 2 часа ровно я не выкосил... Радуйтесь... Хейтеры... Кто-то меня называл звездоболом... Не получилось у меня... Не получилось... Все... Можете говорить... Что я косу по 5 часов на самом деле... Повешаю лапшу... Кстати... Косил такую площадь... Бывало... И 5 часов только... Это была... Олео Макс Парта 25-ая... Отцовская... С маленьким еще ножиком... Таким никудачным... Ох... Это была... Это был геморрой... Ну я... Просто мне надо... За... Сколько там... За... 50-60 километров... За 2 района ездить к родителям... Так... У матери большая площадь... Я ездил... И косил... Возил... Через маршрутку... Вот эту вот... Мотокосу... Тогда у меня еще не было... Ни скутера... Ни электроилоспеда... Вот... Ну то да... Один раз решил... Не буду я это все вести... Это ж какой геморрой... Это все вести... Блин... Пожалел... Я 5 часов... Косил вот такой примерно кусок... Да... Там немного деревец... Кустов... Но все равно... 5... А может даже 6 часов... Я... Маломощный косой... С... Паршевеньким еще ножом... Ну короче... Это было... Это было мучение... Сейчас отец себе купил... Вот этот Вайпер Супер Плюс... Взамен того Оле Мака... Который начал... И стартер навернулся... И все равно... Мощности что-то не набирает... Короче... Он говорит... Купи мне китайца нормального... Купили Вайпер Супер Плюс... Вот... Ух так никто... А он нарадоваться не может... Говорит... И мощный... Все... Говорит... Да... Обороты максимальные... Чувствуется что ниже... Но он теперь рвет и мечет... Всю траву... Все сорняки... А то то Оле Мак не тянул... Несмотря на оборот... Да... Так что было вот такое... Блин... Не вырубилось еще... Вот... Эээ... Так что было и 5 часов... Ну если я кашу своей... Нормальной косой... То видите... Ну... Да... В 2 часа я не вложился... Из-за того что... Не досмотрел кое чё... Ээ... Ээ... Ну дома я посчитаю... Точное время... Так... Минус вот это все общение... Минус когда... Не буду... С минусом и с плюсом... Того времени когда я ждал... Ждал что оно... Остынет... А это был на самом деле перегрев... Вот... Ну короче... Ну вот так вот... 20 суточек... И я не уставший... Я и сейчас пойду домой... Поем... Поем... Попью чайку... С ребенком... Вот... День... Эээ... Еще буду вечером качаться... Завтра еще буду бегать... Тоже покажу... Приеду... Здесь... На другом огороде сено... И над клубникой... Есть такая методика... Над клубникой... Кошение... Чтобы меньше сопать... И меньше гербицидами пшикать... Покажу... Ну вот... Ну то не суть... Я уже не буду именно стрим снимать завтра... Еще бегать буду... То есть я не есть такой уставший... Что я тут косил... Знаете... Это посинение... Мучился... Истощался... Надревался... Нет... Довольно легко это все делается... Я в принципе от природы я такой быстренький... Но... Очень многое зависит от того... Как сделана коса... Какая она... И как она сделана... Если она сделана все хорошо... То тогда ты даже не будучи особо быстрым... Косишь и удивляются... Если оно... Оно паршивое... Вот... То будь оно хоть немцем... Хоть итальянцем... Хоть тем... Вот... И будь ты хоть каким быстрым... Она тебя будет тормозить... Ты... Ух... Пострадала и махать... Она в траву зашла... Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум... И все... Бум-бум-бум-бум-бум... И только вытаскивай... И вытаскивай... Ну и сделать так... Так... Как хочешь... То... Видите... Можно быстрее... Ладно... Я подсчитаю дома... Где-то через полтора час... Полтора... Будет уже вот это скомпилированное видео... И в конце видео я подсчитаю... И скажу... Сколько же я на самом деле косил... Так сказать... Чистого времени... Ой... Эээ... Ну все... Так... Будем прощаться... Кто там вопросы задавал... Я постараюсь ответить в комментариях... Под тем видео... Что сейчас... Через час полтора будет... Вот... А... Кто еще захочет... Пишите в комментариях тоже... Так... Даю ответы... На вопросы... Которые были в чатах... И вообще обсуждения... Отписался... Один с катертью дорожка... Так... Кто из 2020... Вот видите... Человек из будущего... Пишет... Кашлял... Потому что астма... Астма... К кошению... Не имеет... Отношения... Кстати... Там один писал уже... В комментариях под видео... Мол... Что махать... Такой косой... Что мото косой... Примерно одинаковая нагрузка... Поэтому... Мол... Эээ... От этого и астма он написал... Ну... Астма у меня... Уж поверьте... Как врачу... Я знаю лучше себя... Астма... Конечно... У меня не от этого... Совершенно... Ну... И... Насчет разницы... Разница большая... Разница большая... Только... Некоторые привыкнув... Махать... Ручной литовкой... Косой... Не могут от этого отвыкнуть... И... Точно так же... Мотокосой... Машут... Как я ее... Так... Не... Не вешают так... Чтобы разгрузить руки... По сути... Держат ее в руках... Этими руками ее на весу... Махают... Соответственно... Плечи... Все... Руки устают... Спина намного сильнее... Нужно вешать... Нужно вешать на ремни... Желательно... Хорошие двуплечные ремни... Еще лучше на пояс... Вот как я всегда кашу... Тогда вообще спину не чувствуешь... Даже если она и больная... Какой-то дополнительной нагрузки не слышишь вообще... Вот... Ручки... Все... Все цеплять так... Чтобы ты руками лишь водил... Лишь водил... Лишь управлял... Но чтобы ты не тащил на руках эту косу... Потому что ты ее на руках реально тащишь... Поднимаешь... Вот тогда и начинается... Да... Тяжело... 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 Устаешь и так далее... С непривычки... Помню первое время тоже уставал... В шоке был... Ну вроде мото коса... А так устаешь... Да... Ну... Когда это было... Лет 10 назад... Потом... Пока постепенно приспособился... Все отрегулировал и так далее... Нет... Совершенно... Совершенно другая нагрузка... Так... Как лучше косить... Справа налево... Слева направо... Ребята... Вечный... Вечный вопрос... Почему-то у многих... Косить нужно и туда и туда... В обе стороны мы косим... Газ не надо нажимать и отпускать каждый раз... Держим его на уровне примерно... Так... И косим... И туда и туда... Но... В силу... Того... Куда вращается нож... А если с защитой... То и защита... Больше тащит... Влево... Где-то две трети покоса... Ложится в левый... Волок... Одна третья... Ложится в правый волок... Вот так происходит... Но не надо... Косить влево... А вправо отпускать... Или там наоборот... Не надо... Не имеет это... Никакошенького смысла... Пусть даже вправо скосит меньше... Но за это время... Чуть скосит... Чуть больше нож разгонится... Вот... Но все равно... Даже если... Если... В левую точку бывает... Загоняешь... Когда густой покос... И нож... Вязнет... Скорость уже становится медленнее... Так... Тем временем... Когда ты вправо ведешь... Он тоже косит... Но все-таки по ходу движения ему легче... Так... Скашивает он меньше... И разгоняется... Набирает обороты... При том, что ты держишь курок... Все время одинаково... Завязает... Жиха разогналась... Жиха разогналась... Но косит и туда... И туда... Специально как-то газовать не надо... И косе это намного хуже... Если все время сцепление... Нажимать и отпускать... То сцепление... Колодки сцепления... В верхнем редукторе... Очень быстро стачивается... Очень быстро сам редуктор... Раздирается... Аж железо его... Ну нет смысла... Нет... Тарелка редуктора... Значит верхнего... Короче... Косим и туда и туда... И все будет хорошо... Шаги... Длина моих шагов... Да... На 20 метров... Я нашагал... Шагами... 24 шага... Значит... Если это разделить... То 83 сантиметра... Вот такой шаг получается... Вот... Даже если я по полю... Там 130 шагов... Нашагал... 80 сантиметров... Это все равно... 104 метра... Получается... Так... Или сколько... 8 на 130... 8 на 3... 24... Да... 104 метра... Ну... Есть там 100 метров... 20 соток... Вполне... Там все есть... Так... Идем дальше... Что я... Да... Насчет кашля... Астма... И не курю я... Штиль 450... Так... Я немножко посмотрел... Характеристики его... Потому что там на поле... Я тоже вспоминал его... Но как бы... По памяти... Да... Невозможно упомнить все... Мотокосы... Тут мне пишут... Какие-то модели... Все... Что вы можете сказать... Про эту модель... Ребята... Еще это в личку... В соцсетях меня вылавливать... Нет никакого смысла... Потому что... Не могу я знать... Все модели... Мотокосы... Я могу открыть... Прочитать... Максимум... Характеристики на сайтах... Но сейчас... Их характеристики... Привирают... Даже кубики... Уже начали писать... Так... Кубатуру... Поршневых... Начали писать больше... Чем в реальности... Так... А какие они... Реально приходят... Насколько там... Качественная сборка... Насколько там... Все соответствует... Ну... Не могу я этого знать... Вот... Да... Я с десяток... Мотокос в руках держал... Пробовал... Тестировал... Ну... Ну... Сотни же... Я же ими не торгую... Да даже кто торгует... Все равно они имеют... Обычно какой-то свой набор... Продаваемых моделей... Они торгуют всеми... Не могут они знать всего... Вот... Так вот... 4-150 и штиль... Как я взглянул... И... Да... Это ку старес... Покупать ку старес вместо... Мотокосы... Ну... Смысла большого нет... Ку старес это значит... Усиленный... Cau... Более тяжелый... Так... Усиленной штанг... Усиленный редуктор... Верхний, нижний... Мощнее коленвал... В двигателе В общем все усиленное Добавляется Мощь, добавляется вес Вот И все это много весит Для того, чтобы он мог пилить Тонкие деревца Нож в нем не такой, как вот эти С победитовыми напайками, что их бывает в руках Можно выгнуть, дырочками пробитые А нож там ближе к циркулярке С действительно мощными зубцами Толстый, 2 мм, не меньше Нож Все это нужно для нарезки Кустов Этим можно косить и траву, поставить обычный нож Как для травы, леску нацепить Я надеюсь леску все это там можно переставить А смысл Заплатить нехилые деньги Но смысл, то все равно что взять Для дачи в 6 соток такого мотоблока Знаете, 150-200 кг Тяжеленную модель И таскать этот мотоблок по полю Разворачиваться с ним на 6 сотках разворотов Очень много Мучиться, разворачиваться Да, он будет мощный Он там картошку окучит Окучит тебе на полметра сразу И так далее Мощь, красота Займет тебе целый гараж Если еще прицеп к нему поставишь Не меньше, чем машина займет Кучу денег в буха ешь Круто! А зачем? Вот зачем? Вот что-то примерное с кусторезом Если у вас работа Да, резать кусты возле дорог Там чаще всего Ну пожалуйста, покупайте, режьте Если это для себя Не вижу смысла Но хозяин бар Кто-то считает, что ездить надо Только на джипах Вот, полноприводных Даже если всю жизнь по городу И ему не надо Ни в каких-то буераках ездить Ну вот Кто-то считает, что нужно Как можно круче все иметь Дело добровольное Так Картинка зависала Так как пропадала связь Какая надежная мотокоса? Двухтактная или четырехтактная? Какой надежнее скутер? Двухтактный или четырехтактный? Какие скутеры ломаются чаще? А как сказать? Есть двухтактные скутеры Хондовские, например Которым 30 лет уже Которые выпускались еще в Японии И они еще ездят себе спокойно Так Но это Хонда Это выпущено в оригинальной в Японии В то время В Хонды ставили ограничители скорости Он Больше 50 км тебе не разгонится Хотя движок может Но там есть давилка Которая не дает движку набирать лишние обороты Там вариатор сделан так Что ремень слишком не выходит На высокий радиус В переднем вариаторе И не набирает скорости Там куча ограничений Так То есть его нельзя Не получается изнасиловать Этот двухтактник Так Плюс качество Хондовское Все Тогдашнее еще Потом они стали в Индии выпускать Уже качество упало И И ездят по 30 лет себе Спокойно ездят Так Есть четырехтактники Есть и двухтактники Которые Ломаются Уже в первый год Так Есть четырехтактные Мерседесы Старые Которые Спокойно По несколько миллионов Уже километрам Наезжают С незначительными ремонтами Так Опять же Что зависит От качества От вложенных фирмой Средств Так От Использования Твоего Поэтому В целом В целом Четырехтактные Менее склонны К перегреву Вот это их Главное отличие Поскольку в них Поршень Плещется себе В масле В ванночке С маслом Он хорошо смазан Масло Это не горит Вместе с бензином Поэтому Ясно Не надо лить туда Что-нибудь Так Но Не столь Они зависят От качества масла Потому что В двухтактниках Масло должно быть Такое Которое должно Во время горения Во время Вот этой Весной Высокой температуры Умудриться Смазать При этом Выгореть Само Так Не оставить После себя Никакого осадка Чтобы этот осадок Потом не дер поршень Вот В общем Очень высокие Качества Предъявы К Качеству масла А Четырехтактники Не столь Уже существенно Конечно Тоже лучше Лить синтетику Полусинтетику Не лить Самые дешевые Но не столь Не столь Там это критично Там совсем Другая конструкция Смазки Вот Двухтактники Более требовательные Соответственно Более склонны К перегреву А второй момент Так что Четырехтактники Увы Пока что Дороже в ремонте Не только потому Что там Больше запчастей Так Например Понятие Клапанов Вообще В двухтактнике Нет Там Замены клапанов В четырехтактнике Уже есть Там больше Запчастей Но еще и в плане того Что Сейчас еще их мало Самих этих коз И к ним не очень-то Выпускают И не очень-то Завозят Эти части Поэтому можно Купить В принципе Все Но Например Продаваемые Так Шортблок К Четырехтактному Двигателю Там АФ26 Или 28 Он как-то Называется Шортблок Это значит Все Кроме Карбюратора Выхлопной И стартера По сути Вся цилиндра Поршневая Картер Вся система Смазки Клапаны Все в одном Если у тебя Что-то одно Ломанется А тебе Придется Покупать Шортблок Потому что Мелких деталей В продаже Очень мало Очень мало Если они есть Где-то По ремонтным Мастерским Которые Этим занимаются Опять же У них Этих запчастей Немного Поэтому Цену Они будут Брать Высокую Это все Не завозится Уже Партия По 500 штук В то же время К двухтакникам Просто море Море Этих запчастей Завались И ремонтируются Они Гораздо Дешевле Что вот Такой момент Пока что Когда все Массово Перейдут на Четырехтакники Так или Не все Но многие Тогда этих Запчастей Уже станет Море Так Станет Ремонт Дешевле Так же Как и Двухтакников Примерно Будет Обходиться Может чуть больше Вот такой Момент Насчет Высоторезов Правильно Четырехтакник Лучше Хуже Потому что Кроме Четыре Микс Такие По моему Только Штили Выпускают Может еще Макита Так А так Да Масло Будет Течь Не в ту Сторону И Поршень Не будет Смазан Если Ты Будешь На дереве Резать Высоту Двухтакнику Это Без Разницы Да Четырехтакник Экономичнее Тише Работать Им приятнее Но Не нравится Мне В леске Так Леской Можно Вот этими 37 кубовыми Работать Можно Но Все же Все же Уже Чувствуется Явное Такое Падение Мощности На леске На ножом Не особо 37 кубиков А я привык С 43 кубовой Понятно Что он Чуть Слабее Будет Даже Если бы Это был Двухтакник 37 кубовый Ну и так Чуть слабее Чуть слабее Ножом Работает Чуть Меньше Тяги А вот Леской Где важны Уже Не столько Тяга А обороты Четырехтакники Явно Проигрывают И так Как я люблю Бегом 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 Выкосить В том числе Леской То То Вот Уже Сильно Ощущается Вот такой Момент В среднем Темпе Так как Большинство Косит Я думаю Они не заметят Разницы Это да Вот Тем может быть Будет без разницы Такое дело Вот Ну в целом Конечно да Приятнее Работать Четырехтакником Приятнее Вот Так Плавнее Не дергать Так Тут еще дергается И сама связь Разрешение Поменьше Поставить Чтобы не прерывалась Связь Я рад Но Именно В мобильной Трансляции Такого нет Мне тогда Надо вести Чтобы на поле Снимать Но все равно Если я повезу Ноутбук То он все равно Будет подключен Через мобильную Связь Но на ноутбуке Я могу поставить Включить Обычный Стрим Уже обычный И поставить Маленькое разрешение Маленькую трансляцию Тогда мне нужен Ноутбук Мне нужен еще Какой-то источник Питания Потому что он Два часа Меня уже не выдержит Там нужна Новая батарея Там можно поставить А в мобильной Трансляции Нет установки Разрешения Нет и все Все что ты можешь Поменять вертикальное И горизонтальное А разрешение Оно ставит Само Автоматом И соответственно Видимо Ставит Повыше Больше чем надо И мобильная Связь не выдерживает А может у нас Мобильная связь Такая плохая Тоже Вроде бы Есть 4G Но была мысль Поставить 3G Может на 3G Будет Пусть слабее Оно не будет Так обрываться Ну попробую В следующий раз Удлинитель Для штанги Как Как Ну короче Не понял О чем там Дискуссия 4G Так на косой Не получилось Или она давно В утиль пошла Ребята Я рассматривал Где-то около Десятка Разных кос Вы же не думаете Что я все 10 кос Купил И они у меня Теперь заваливают Гараж Так Нет Большую часть Я рассматривал И отправлял Обратно Производителям Так Я их предупреждаю Что я буду говорить И плюсы И минусы Поэтому Всякой дряни Не шлите Где будет больше Минусов Чем плюсов Вот Шлют Шлют Какие-то модели Более-менее Интересные Хорошие Я делаю обзоры Говорю свое мнение И отправляю обратно Вот А покупать Ну зачем мне Даже вторую Покупать Если у меня Одна уже есть Зачем мне Две косы Вот еще Олеомака Кацавская Стоит Недоремонтированная Вот Ему купили Вайпер И в принципе Он уже про этот Олеомак И не вспоминает Вот Так что Не Хорошие эти 5600 Вон тут люди Даже пишут Дальше Что косит Уже Год Бомба Кашу Не просто Зарабатывает Хорошая коса Вот Не знаю Что О косе Пит Я не знаю Что это за такая Коса Пит Извините Всего знать Не могу Вот Так что Хороша Тач Трехтак И хороша Прокрафт Особенно Мне очень Понравилась Ручка В ней Ручка Просто Супер Вот Ну Ради одной Ручки Покупать Целую косу Я не стану Пусть уже Моя Навернется Уже Совсем Навернется Хотя Пока что Только были По мелочам Вот Раскрутился Карбюратор И Ручку Я несколько раз Разбирал Собирал Ручка Там плохая Ну И Все Так Так Снимайте Пожалуйста Про мотокосы И кролей Почаще Да Буду снимать Еще про мотокосы Конечно Буду Любимая тема Про кроликов Скоро сниму Про то Как кормить кролей Мокрой Травой С росой После дождя И так далее Больной вопрос Для многих кролиководов Некоторые Вообще На сено Чисто на сено Переходят Травой Не кормят Чтобы не мучиться С этим Некоторые Пытаются Как-то Выкручиваться Там Например Берут Мокрую траву Ее Расстилают Где-то там В сарае В гараже Под навесами Подсушивают Потом дают Я даю Мокрую траву Сразу Даю И ни одного Еще у меня кроликов За все годы Не вздул От мокрой травы Но Это не значит Что я просто Бросаю Не думая Так Нет Там есть Свой смысл Как давать Так Чтобы Она не вредила Так же Как она Например Не вредит Диким Или одичавшим Кроликам Они жрут Мокрую траву Себе спокойно И живы-здоровы Вот Будет такое видео А так Будем снимать Конечно Ладненько Если еще Какие вопросы Так Задавайте Буду пытаться Отвечать В комментариях Только говорю Просто писать Что вы скажете Про такую модель косы Извините Но я их не знаю Море сейчас моделей На одних и тех же косах Лепят другие наклейки Вот это моя коса Этот вайпер Поддельный 430 Как бы Это Самая популярная 43 кубовая коса Сколько мне уже люди писали Я тут вижу Я тут вижу у вас Там Коса Садко Я тут увижу у вас Коса Там Такая-то Такая-то Вижу 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 И все видят Какую-то свою модель Потому что Это сборка На основе Самого популярного 43 кубового Движка Только лепят на нее Другие наклейки И может отличаться Гарнитура Ручка Там Знаете Вот такие тонкости Качество само сборки Можно самими Такими уже гнилыми болтами Собрать Которые будут сразу разваливаться Вот Или там Штангу вставляешь В мотокосу А там еще щель Вот такая Миллиметра два По кругу Эта штанга вообще болтается Ну Такие приколы могут быть Вот Но в целом В основе В основе Сейчас в основном Лежат несколько Буквально китайских Моделей Вот Самые популярные 43 кубовые И не зря И на этой основе Собирают И собирают И собирают Вот Лепят другие этикетки А люди меня спрашивают Глянь в интернете Да И скажи Что ты думаешь Про эту косу А я знаю Как она собрана Так Может она тоже Там в ней все болтается И рассыпается А может нет Что я по описанию В интернете пойму Вот То что На таких вопросов Не задавайте Если видели Что я какую-то косу Делал обзоры Можете спросить Вот Как там оно Там Сейчас Например Да Или Не поменялось Либо Не Не Вот А так Ну извините Всего знать не могу И не собираюсь Ладно Все Надеюсь Был приятен Надеюсь Со скоростью Синокоса Мы разобрались Так Можете Кому Уж Очень Не верится Приезжайте Лично Замеряйте Перемеряйте Все Я при вас Выкашу Вот Все Надеюсь Был полезен Всем пока Продолжение следует... Продолжение следует...